Первая встреча родственников погибшей Кати Тахтуевой с Виталием Цыпковым. Виновник аварии не может сдержать слез и просит прощения. Пожалуйста, простите душевные и физические страдания, которые я вам причинил своим поступком. Я доподлинно осознаю предъявленные мне обвинения, раскаиваясь в совершенном мной деянии, так как сам являюсь отцом идентичного с вашей ночью и возрастом. Больше трех месяцев Цыпков провел в СИЗО, так что время раскаяться было. Зато теперь водитель дает другие показания. Сразу после аварии экспертиза показала в анализах, есть следы наркотика. И если три месяца назад подсудимый с этим согласился, то теперь вину признают лишь частично. В моче остатки от употребления наркотиков держатся до 30 дней. То есть мой подзащитный говорит, да, я употреблял за неделю до этого наркотика, поэтому там и остатки. Но в этот день я не был в состоянии наркотического пьяни. В остальном он все признает. Одним из главных доказательств Инны Цыпкова станет видеозапись с фиксатора. Водитель начал набирать скорость еще на почте, обогнал несколько машин, а злополучный перекресток пытался проскочить, когда на светофоре уже мигал желтый сигнал. По материалам дела водитель даже не пытался тормозить. Скорее всего в момент аварии Катя Тахтуева все-таки шла на зеленой. Тем более, что девочка ходила в класс юных инспекторов движения, значит правила знала на пять. Между тем, родители Кати не настаивают на максимальном сроке для Цыпкова, ведь у него тоже есть дети. Да, положено по закону до семи лет в этом. Я это все понимаю, но у него есть дети, да, они не виноваты, что у него отец такой. Поэтому как бы он отсидит в шесть лет, я буду на этом как бы согласен. Если будет меньше, я буду дальше подавать апелляцию, вплоть до ГАГа. По делу проходит больше 20 свидетелей. Сегодня показания дали всего двое, так что рассмотрение дела не будет быстрым. Тем более, что адвокат Цыпкова собирается провести независимую экспертизу, чтобы поставить точку в споре о следах наркотика. Следующее заседание суда состоится уже после майских праздников. Катерина Ярушина, Дмитрий Парахин, Новости, 7-й телеканал. Дмитрий Парахин, Новости, 7-й телеканал.